Он умер в своей квартире на Тверской улице от сердечного приступа. Накануне жена и дочь разговаривали с отцом по телефону из Нью-Йорка. Понимая, что он болен, они договорились созваниваться несколько раз в день. В воскресенье, 24 апреля, Наталья в очередной раз позвонила в Москву. Трубку не поднимали. Как удалось выяснить, квартиру на сигнализацию никто не вставил. Из нее никто не выходил. Когда спасатели вошли внутрь, окно было открыто. Видимо, в последний момент хозяину стало трудно дышать. Но связаться с близкими у него уже не хватило сил. Этого человека звали Аркадий Вайнер. Аркадий Александрович Вайнер родился в Москве, в Марьиной роще. В замечательной семье, где все любили друг друга. Мама-учительница, отец чистый пролетарий с образованием, которое он какие-то его обозначал в анкете как один класс. Но скорее и одного класса не кончил. С папой у нас была любовь с первого взгляда. Мы так любили друг друга всю жизнь и так поддерживали. Аркадий очень рано научился фотографировать, ездить на автомобиле и был этим счастлив, как первой любовью. Вот однажды, во время нашей первой поездки на юг, на этой замечательной машине, он меня поставил таким образом, эта фотография есть, что ласточкино гнездо, которое было далеко, оказалось у меня на ладонях, например. Вот он всегда что-то выдумывал. А вот мечта Аркадия не сбылась. Окончив школу с золотой медалью, он поступил в авиационный институт, но в конце концов выбрал другое. Оперативную работу в уголовном розыске. Тяжелую, нервную, как ни странно, потом литературную, которая принесла известность и, увы, большую боль. Они познакомились в 59-м при странных, но романтических обстоятельствах. Первым Соню, студентку мединститута, увидел отец Аркадия. Прямо в магазине он попросил у красавицы-блондинки номер телефона. Он ему сказал, как вам не стыдно, вы пожилой мужчина, вы пристаете к молодой. Он говорит, ну, может, я не для себя. Не для себя, а для сына. Выдача телефона была категорически отказана. Однако спустя время в квартире Дарьяловых все-таки раздался звонок. Он говорит, пожалуйста, спуститесь к подъезду. Мы встретимся и тут же разойдемся. Ну, это было днем. Время было не опасное тогда. И спуститься к подъезду было не страшно. Я спустилась к подъезду, мы с ним познакомились, и он меня пригласил покататься на машине. Катались пять часов. Аркадий уговаривал свою победу, списанную из таксопарка за полной негодностью, не подвезти, периодически открывая капот и подливая из чайника воду. Победа не подвела. Эффект был произведен. Я пришла домой и сказала маме, что он очень умный. Я такого умного еще не встречала. Но он урод. Через пять дней мы поженились. А вот родители Сони отнеслись к новому знакомству дочери неодобрительно и даже с подозрением. Значит, это была коммунальная квартира. У нас была огромная комната, 18 метров. Впервые ко мне был приглашен молодой человек. Ну, были там какие-то тети, дяди, и стояла четвертинка на всех. Ну, она бы, наверное, осталась наполовину выпитой, только наполовину пустой. Вот. И вдруг приходит Аркадий Александрович. Он поставил аккордеон, вынул две пол-литра, поставил на стол, увидев, что там ничего нет из выпитки. Мало. Ну, и очень быстро сам с этим совсем справился. Он подошел к окну, открыл его, и облокотился, значит, оказался спиной ко всему обществу. Облокотился на окно, задрался пиджак. Да, он представился директором комиссионного магазина. Почему он это выбрал, не знаю. Что тоже не очень понравилось моим родителям. Но когда они увидели, что у него из-под пиджака выглядывает пистолет, то мама подошла к папе и сказала, папа подошел к маме и сказал, мама, он налетчик. Работа в московском уголовном розыске особых денег не приносила. Своего постоянного жилья молодая семья не имела, переезжая из одной съемной квартиры в другую. Бытовые проблемы нужно было решать, и как можно быстрее. В ближайшее время Соня предстояло рожать. Пришел за мной Аркашев в роддом. У него были длинные волосы черные, уже он его рожден. Вот такой чуб, как у Гитлера. Как я ее покажу? И вот я выхожу с замиранием сердца, боялась всегда его всю жизнь. Он отвернул конверт и говорит, боже мой, она же красавица. И он ее сам купал. От этого человека, который вообще любил жить для себя. Он купал, он говорил, что я не могу, что я ее уроню. Он каждый пальчик, они были маленькие, протирал специальный губочек. Девочку назвали Натальей. Позже она возьмет фамилию матери. И большинство обычных людей будут узнавать ее по улыбке, по рассказам про американскую мечту. У кого-то в нищей постсоветской России и появление на телеэкране представительницы заграничной Дольче Вита будет вызывать раздражение. Кто-то искренне поверит Наталье Дарьяловой, как всегда верил в свою дочь-отец. Наташа такая любящая, такая преданная дочь, необычайная. Ее отношение ко мне и к отцу, и она только почувствовала, что у нее какой-то интерес, она тут же подарила ему компьютер. И менял принтер, и потом цветной, потом он... И вот так увлек компьютер, он решил, зачем покупать мне на праздники цветы. Например, он их рисовал на компьютере, писал там всякие слова. Отношения отца с дочерью – это любовь и полное понимание. Даже после замужества и отъезда сначала на работу, а потом и постоянное место жительства в США, связь эта не прервалась, а стала сильнее. Особенно в последние годы. Болезнь Аркадия Вайнера давала о себе знать все чаще. Каждый раз при ухудшении его состояния Наталья, бросая дела, садилась в самолет. Маршрут Нью-Йорк-Москва-Нью-Йорк теперь уже не казался ей путешествием в будущее. Мечты исполнились, остались тревога и переживания. В последний раз приехать в Россию вовремя она не успела. Начать писать посоветовал братьям Вайнером Норман Бородин, советский разведчик, один из прототипов знаменитого Штирлица. Братья взяли конкретное уголовное дело, которое Аркадий в то время расследовал. Через два месяца предъявили рукопись «Часы для мистера Келли». 650 страниц. Норман Бородин сильно удивился, но все-таки отнес ее своему приятелю в журнал «Советская милиция». А Юлиан Семенов в «Наш современный». К изумлению новоявленных писателей в 1967 году оба журнала приняли текст к публикации, правда, нещадно сократив. Позже Аркадий Вайнер назовет это одним из самых счастливых моментов в своей жизни. Писательство его так захватило, когда получилось, что это было награвление графоманства. Он уже мог работать сколько угодно, делал это с удовольствием. Он очень любил кино, которое по фильму. Вот брат его никогда не принимал участия в написании сценария. Всегда писал Аркаша. Ощутив сполна радость писательской работы, братья быстро сочинили второй детектив «Ощипью в полдень». В этот раз Юлиан Семенов был менее критичен, скорее наоборот. Каждый может написать одну книгу. Вам удалась вторая. Поздравляю, вы писатели. Он всегда говорил, я писатель. Я не такой-сякой. Я Аркадий Вайнер, я писатель. Это самое главное звание. Меня знают все, и я горжусь тем, что я писатель. В принципе, был бекуреец, человек, который любил жить, который любил вкусно жить. И, собственно, в этом весь Аркадий Александрович был. Масштаб известности братьев Вайнеров значителен. И связан он в определенной мере с астрономической аудиторией фильма «Место встречи изменить нельзя» и романом «Эра милосердия», который послужил литературной основой картины. Ба, это же знакомые мне лица. Маня. Телехит был завершен в 1979 году и впервые показан в День милиции. Отмечалось, что во время его демонстрации снижалось количество преступлений по стране и расход коммунальной воды. Да не ловитесь вы! Совесть нужно иметь! Вот мы у тебя и займем ее, маненька. Открывай мы из мура! Высоцкий мечтал о Жеглове. Ради него писатели даже пошли на изменение внешности героя. В романе Жеглов был высокий и плечистый красавец. Режиссером стал Станислав Говорухин. Он провел кинопробы на роль главного героя формально, так чтобы отсчитаться перед руководством и утвердил Владимира Семеновича. Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Предполагалось, что в каждой серии Высоцкий будет петь. Среди предлагавшихся им вариантов были «За тех, кто в муре», «Песня о конце войны», «Баллада о детстве». Однако авторы посчитали, что это разрушит образ. В результате на экране будет не милиционер Жеглов, а актер Высоцкий. Слушай, ты инвалид! Ты вот что, еще раз забузишь, и я тебя сразу посажу, понял? Фильм принес братьям Вайнерам не только телевизионную славу. Большая дружба с Высоцким и Владей длилась до конца жизни Владимира Семеновича. Приходить в гости к Вайнерам стала традицией. Об этих вечеринках слагались легенды и писали стихи. Позже Аркадий с удивлением и грустью обнаружит, что в домашнем архиве нет ни одной совместной фотографии. Мы были молоды, нам казалось, что все впереди. Никто никуда никогда не уйдет. К фильму и роману Аркадий Вайнер испытывал сложные чувства. Ведь их с братом работа это не только эра милосердия. Были две книги менее заметные, но для них особенные. Готовая к изданию книжка про Михоэлса пролежала в столе 11 лет. Чуть меньше роман о деле врачей. Их опубликуют сначала в Америке, потом при Горбачеве в СССР. Чтобы сохранить рукопись, Аркадий Александрович сам совершил преступление по советским меркам. Текст пересняли на фотопленку и вывезли за границу. Времена были сложные очень. И думали, думали, и решили, что он пленку зарядит фотоаппарат, как будто она чистая. Но если бы эту пленку изъяли, последствия были бы трагическими. Спасение романа не пройдет бесследно. Перевозка литературной контрабанды подорвет здоровье писателя. Пустили его одного. С братом не пустили. Ну, такая была советская власть. Он выпил немножко, пошел туда, а потом уже через какое-то время он появился в этой стеклянной галерее. Он был абсолютно пунцового цвета, у него вообще уже была гипертония, я чувствовала, что это давление наверное невероятное. Зрелище было тягостное, но он при нас взял бутыл коньяка, стал петь и сказал, мол, все, не слышно, все хорошо, уезжайте домой. Мне очень повезло в личной жизни, говорил Вайнер. Моя супруга, Софья Львовна-Дарьялова, врач-онколог, профессор, доктор медицинских наук. Когда мне говорят, она достойна вас, у меня возникает вопрос, достоин ли я ее. Господь Бог послал мне ее по блату. Он был трудным человеком, он был очень диспотечным человеком, с ним нелегко было жить, но с ним было счастливо жить, понимаете. Я его всю жизнь очень сильно любила. Не потому, что он умер, он это знал, я даже не посмотрела ни одного мужчину в своей жизни никогда. Мне были неинтересны, они были, может, мне интересно, как коллеги по работе, как наши друзья, но с ним был никто не сравнил. Я был господином строгих нравов, поэтому соловьем перед своей сужиной не разливался. Мой рецепт покорения женщины не сложен. Надо просто взять женщину в руки и покорить, признавался Вайнер. Я не смела эмоции свои высказывать. Ну, такой у меня характер. А он всегда. Он себя вообще ни в чем никогда не ограничивал. К сожалению, даже тогда, когда ему нельзя было пить и курить, он сказал, нет, я проживу так, как я хочу, столько, сколько мне отведено. Кто из них был главным в семье? Представительный муж, лидер, балагур, душа любой компании, или врач мирового уровня, но скромная супруга, которая выполняет любую прихоть хозяина дома, при этом публично уходя на второй план. Вот мне нужен дом, чтобы было два первых, три вторых. Он очень капризный стал, когда стал знаменитым. Я почти все могу сготовить. Я только печень умею. И он, если так говорил, женился бы на русской женщине, всегда были бы пирожки в доме. Ну, мы все время жили вместе, мы целый день общались. Понимаете, он мне звонил на работу, я звонила ему. И вот это общение между нами не прекращалось никогда. Будучи врачом, она понимала всю серьезность положения. Букет болезней, неограниченность в курении, переживания по поводу конфликта с новыми акционерами Дарьял ТВ могли привести к непоправимым последствиям. И вот на какие-то первые два или три года, пока не случился конфликт со шведами, он влюбился в это дело. И вы знаете, он просто забыл про свои болезни. Хотя у него бывали приступы удушек. Он сидел до двух, до трех часов ночи на канале. Приезжал и обязательно должен был рассказывать, я уже хотела спать, я вся так рано встаю. А он, я должна была выслушать все и отношения с людьми, и что случилось, и какая техника, и какая завтра будет программа. Неужели тебя это не интересует? Она не раз выводила его из очередного кризиса, ставила на ноги и заставляла жить. Уехал брат за границу, совместное творчество стало трудным. Он тяжело болел последние годы, каждый раз приходилось его вытягивать буквально с того света. В апреле 2005 года Аркадий Вайнер остался дома один. Видя его удовлетворительное состояние, Софья Львовна ненадолго улетела к дочери и внучкам в Нью-Йорк. За три дня до рокового воскресенья как президент он открыл в Москве очередной фестиваль детективного кино, принимал участие в работе и готовился к церемонии закрытия. Он открыл фестиваль и накануне закрытия в ночь перед закрытием он умер. Во-первых, очень много курил. Во-вторых, даже когда он открыл фестиваль последний, мы поставили стул и он сидел на сцене, потому что, ну, ноги больные. И вот, видимо, все-таки избыточный вес, вот это вот куриво бесконечное, то есть это просто одна сигарета за другой, вот привело соответствующего к этому результату. Мы ругались, говорили на эту тему, как бы беседовали, он достаточно эмоциональный человек был всегда, вот это все у него кипело, бурлило, плюс еще поставленный голос, он еще добавлял эмоции через голос. Это когда так все очень веско, громко, внятно, четко. 24 апреля жена, как обычно, позвонила домой. Рассказав о своем самочувствии, Аркадий Александрович просил не беспокоиться. Через несколько часов писатель умер от сердечного приступа. Ничего не приятно, он плохо себя чувствовал, очень, но последние годы его хватало на два, полтора, три часа, когда он давал интервью, или он куда-то выезжал, или мы все-таки выезжали в гости, и он сразу опять был центром внимания, это сила, это энергетика, это, наверное, это была судьба на всю жизнь. Мы прожили с ним почти 47 лет вместе. Замечательно прожили. Эра милосердия не придет раньше, чем люди к ней будут готовы. Когда же мы станем жить не по блатным понятиям, а по другим законам, наступит то самое время. Но, несмотря на все искушения и обстоятельства, добра всегда будет больше, чем зла. А значит, все-таки нашего места встречи изменить нельзя. И эра милосердия когда-нибудь начнется. милосердия 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 милосердия